Шоколад Шоколад один из главных сладостей на нашем столе. Он доставляет удовольствие, поднимает настроение. Миллионы поклонников по всему миру балуют себя этим лакомством, не догадываясь о его полезных свойствах. Как влияет шоколад на организм человека и чем он полезен, узнаем в следующем сюжете. Существует множество видов шоколада. Одни эксперты говорят о нескольких десятках, другие счисляют сотнями. Рассказать обо всех видах шоколада в одном сюжете не получится, поэтому назовем лишь самые популярные и выделим их особенности. И, конечно же, посоветуем самые полезные. Но сначала давайте разберемся, как производится шоколад. Мы находимся в кондитерской мастерской, где производятся самые вкусные изделия из шоколада. Рядом со мной главный кондитер Айдана. Айдана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из чего состоит шоколад? Хороший шоколад состоит из четырех ингредиентов. Это какао тертое, какао масло, сахар и соеволецитин. Возможно, вариация такого, как горький, темный, молочный, белый. Там уже может добавляться сухое молоко. Айдана, на ваш взгляд, самый полезный шоколад для человеческого организма? Это темный и горький шоколад. Почему? Потому что содержание в них какао тертого больше 56%. На изготовление одного вида шоколада уходит от трех до пяти дней. Первый день заливается корпус, приготовляется начинка. Начинка доходит до определенной температуры, потом заливается в корпус. Тоже отстаивается один день, так как идет схватывание шоколада и начинки. И далее все это закрывается шоколадом. Шоколад – обязательный элемент правильного питания. В нем содержится магний для сердца, кальций для костей. Это абрамин – вещество, которое улучшает работу мозга. Однако не весь шоколад одинаково полезен. Какому шоколаду лучше отдавать предпочтение, узнаем у эксперта-нутрицолога. Шоколад содержит в огромном количестве антиоксиданты, такие как полифенолы, флавоноиды, это абрамин. И хотелось бы сказать, что эти антиоксиданты очень хороши для сердечно-сосудистой системы. В свою очередь они понижают артериальное давление. Он понижает такие гормоны, как адреналин и кортизол, и повышает, наоборот, гормон серотонина, чего мы чувствуем. Счастье. А шоколад, допустим, темный шоколад, он содержит, если в 50 граммах, он содержит 19 мг кофеина и 250 мг автоэлграмина. То есть нужно всегда задуматься, какой шоколад вы будете кушать. А белый шоколад не содержит вообще ни кофеин, ни абрамин. То есть он пустой. А темный шоколад все это содержит. Поэтому если уж выбирать, то выбирать, конечно же, темный шоколад. Употребляя 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю, у вас гарантированно улучшится настроение, понизится давление и улучшится работа мозга. И это еще не все полезные качества, которыми обладает шоколад.